всем огромнейший привет добро пожаловать ко мне на канал первое видео в этом году из магазина second hand до сих пор я вам показывала из архива свои запасы а сегодня первый раз пошла в second hand и должна сказать не зря не зря сейчас по порядку вам все покажу расскажу как всегда пересмотрела бегло вместе с вами будем смотреть уже более детально первым делом нашла вот такой вот кардиган от полка стелла он видите милан выполнен как пальто мне понравился это стопроцентная шерсть вообще этот бренд мне нравится размер здесь указан 18 английский 44 европейский стягивается на такие кнопочки и смотрим состав без подкладки стопроцентная шерсть затем вот такой вот жакет он такой интересный у него такая фактура необычная мне сначала показалось что это типа крапивы может быть конопля ну какая-то органика но нет это ацетат и насколько он тоже бывает разным ну то есть ацетат с чем-то еще смесовая ткань я его оставляю просто взяла вам показать я не люблю жакеты которые не держат форму поэтому оставляю здесь несмотря на то что есть подкладка все равно он не держит форму он такой трикотажного типа очевидно что он винтажный выполнен во франции вот здесь 51 процент ацетата 46 вискозы ну и там помелче общем я его оставляю затем вот эту красотку беру однозначно такая винтажная куртка вы только посмотрите на нее из такой приятной мягкой качественной кожи сохранилась очень даже неплохо за своим пояском с акцентом на талии она сама по себе объемная карманы на груди я прям предвкушаю примерку очень интересная вещица и необычная винтажные вещи мне встречаются такого плана крайне редкой так чтобы они сохранились хорошо очень редко поясок мне нравится что есть качество кожи хорошая кожа не пересушена очень очень довольна бирка срезана я не вижу что это за бренд наберу однозначно следующая вот такая она из кожи на по ее надо трогать она настолько приятная мягкая я ее оставляю взяла вам показать она мужская такая красивая цвет красивый бренд вот он измер эль ее надо конечно чистить но кожа на и приятнейшие действительно и внутри по исполнению внутри по подкладке по швам по бейке видно что вещь выполнена очень очень качественно конечно нужно чистить естественно не знаю здесь так громко снова играет музыка это все перекричать у меня не очень получается надеюсь вам слышно затем такой кардиган пушистик такой от марка пола тоже беру здесь 35 процентов шерсти 25 ангоры остальное полиамид вещь буквально невесомая мне безумно понравился кардиган затем вот этот вот пуловер я его оставляю мне понравился его мятный цвет здесь указано что с кашемиром но кашемира там кот наплакал 7 процентов кажется поэтому оставляю здесь чтобы не быть голословные 50 процентов вискозы 36 полиамид до 7 ангор и 7 кашемира по сути 14 процентов хорошего состава полиамид тоже неплохо лучше чем полиэстер конечно для кожи но оставляю цвет конечно красивый затем вот такой вот джемпер с узелком капсула вот он бренд сделан в таиланде мне нравится его песочный оттенок по составу 50 процентов шерсти 50 процентов вискозы еще мне понравилась вот эта юбка она абсолютно новая с кабельной вязкой и 2 висит юбки висела серую я взяла а черную оставила такая же есть черная в длине мидии с разрезом сбоку вот такой вот разрез сбоку мне нравится я давно еще что-то подобное состав вискоза с полиамидом но я беру однозначно она такая трикотажная мягкая приятная на ощупь следующая вещь вот такая винтажная такая малинка это дельмо сороковой размер блуза здесь меня больше привлекли пуговицы вы только посмотрите здесь мне кажется герб да какой-то герб со львами оставляю здесь потому что это полиэстер меня смотрите с камерой не может никак сфокусировать цвет меня больше привлекли пуговицы качество не очень если честно ну полиэстер следующая вещь вот такое платье она шелковая от эмпорио армании я его оставляю здесь потому что я не понимаю этот фасон когда платье держится на груди это вообще не мой вариант я не знаю как его правильно показать но потому что это не моя вещь однозначно и для магазина просто не смогу взять не смогу правильно его преподнести показать тем кому эта вещь подходит поэтому оставляю здесь ну и мне в целом если честно не нравится вот этот тяжелый верх это вельветовая часть вот видите с какими-то заклепками конечно на контрасте такие вещи и нужно носить но именно в области груди я бы наверное не стала но как-то прям сильно загромождает грудь особенно если она большая так как весит эта конструкция немало здесь внутри еще косточки есть она будет все время стягивать будет очень удобно носить эту вещь в целом будет стягивать галять грудь и все время ходить и поправлять эту часть как-то не очень удобно не знаю не продумали армане в этом плане мне кажется вообще это винтажная вещь сильно пострадала бирка ничего не видно что здесь написано можно прочесть только что сделано виталии понятное дело а вот по составу ну здесь несколько слоев верхний слой сто процентов шелковый остальное мне кажется полиэстер или ацетат сзади выглядит вот так так же в принципе вот это поло мне очень понравилось на камеру почему-то кажется как будто это скатанная вещь за свалявшиеся но нет посмотрите на этот кашемир и сразу видно что это премиальный кашемир это из мужского плеча вещь я так обрадовалась но сейчас начала осматривать и посмотрите и вот еще одно подтверждение того что это премиальный кашемир вы посмотрите протерта до дырки и нигде ничего не скаталась не образовались катышки за это время мне прям хочется латки наложить если честно потому что мне кажется это вещи можно реанимировать но это надо трогать настолько приятно очень кайфовая вещица к сожалению что с фокусом остается в магазине не понимаю что это за бренд здесь бирка срезана но вот стопроцентный кашемир здесь указано следующая вещь тоже с мужского плеча мужском отделе нашла но мне так понравился этот мандаринчик я хочу его взять мне кажется это больше для женского гардероба это за роман состав сейчас я вам скажу вещь не средней колючести если так можно сказать 80 процентов шерсти 20 процентов полиамида затем вот такой трикотажный топ очень мягкий и приятный и вот это две вещи от этого бренда margaret hovel две вещи одна из них скорее всего после химчистки вот эта бирка обычно после химчистки вот так вот застегивается это база тоже трикотажный топ болотный такой оттенок если знаете что это за бренд пожалуйста напишите мне он встречается впервые размер 8 состав 53 процента хлопка 47 процентов кашемира а серенький 70 процентов шерсти 30 процентов кашемира это платочек ацетатные мне понравились розочки оставляю здесь блузу тоже оставляю бирка срезана ну сразу видно что это вискоза мне кажется повод этой бирки что это зарод охоте срезана но похоже на заровскую бирку это тоже оставляю не знаю чем его взяла прицепом и вот этот это мериносик тоже мужской но здесь так вандально срезали бирку мне кажется останутся дырки с этой стороны хотя цвет просто невероятный камера пытается его показать у нее это тоже мало получается вот видите изнутри срезали а вот снаружи если я ее сниму то мне кажется все-таки останутся дырочки по ремням вот такой новый от бен шерман похоже что он не кожаный я даже не хочу его проверять он мужской я не хочу покупать мужские ремни у меня их много в магазине затем вот такой тоже кожаный корсетный на с очку на очень тоненькую талию буквально на осиную но я его хочу взять это топ шоп хочу взять красивый цвет хорошее качество вот такой еще с необычной выделкой красивой это рецеплированная кожа здесь еще орел изображен бренд не указано что american eagle не знаю что за бренд предполагаю только вот это тоже кожаный он двухсторонний с одной стороны серый с другой черный состояние так себе пряжка у него вот такая но мне кажется она не родная на с царапинками и само полотно мне тоже не очень нравится затем вот такой винтажные сейчас покажу в застежке пряжка просто фантастическая посмотрите безумно красивая кожа вот сверху а изнутри не кожа и вот я не знаю брать не брать пряжка конечно видно винтажный затем вот такой его я тоже оставляю мне нравится его исполнением эти полосочки разноцветные но если присмотреться он микротрещинах поэтому мне не хочется его брать и самое интересное что больше всего времени я задержалась на ремнях потому что магнит стояли таким образом что ремень нельзя было стянуть я ждала пока мне снимут магниты в итоге я ни один ремень не беру ну вот кроме этого который легко сниматься в общем этот скорее всего это же оставляю потому что он вот видите тоже с микротрещинками для магазина не пойдет это том тейлор кожаный для магазина не пойдет а ремней у меня много в коллекции такой мне не нужен мне что-то подобное есть затем вот такая сумка кожаная ее я возьму симпатичная и вот эту сумку тоже хочу взять здесь очень мягкая и приятная и качественная кожа поэтому я беру бренд здесь даже какой-то есть внутри похоже тоже кожаная сейчас покажу вот он бренд гарри хендрикс незнаком если знаете тоже пишите но качество конечно очень крутое и вот эту сумку не знаю брать не брать она тоже кожаная выполнена неплохо но это простая модель у меня несколько таких в магазине есть и я вот не знаю брать еще одну или нет сиена де лука стопроцентная кожа это очень классная но я ее оставляю в магазине вы только посмотрите это просто печаль брошку естественно нужно снять к сожалению оставляю в магазине потому что здесь вот такое вот пятнище с которыми я не но никак не справлюсь это точно ее нужно перекрашивать полностью конечно качество очень хорошее и здесь еще короткая ручка и длинные ремешок и вообще в целом и бренд мне нравится это хороший качественный добротный бренд и вообще дизайн сам очень интересный так жаль паленая луи виттон сразу видно оставляю ну и по обуви пройдемся мне очень понравились вот эти лоферы камера вряд ли передаст но здесь такая выделка интересная косами посмотрите как красиво это но бук они очень мягкие и выполнены очень качественно роберта санти по моему плохо вижу размер 40 затем вот такие лоферы это мистер тет вы только посмотрите это вообще самая удачная модель лоферов классическом ее исполнении мягкие удобные размер по моему 36 до 36 вот такие мне еще понравились лаковые тоже мягкие 39 размер указан но мне кажется они мало мерят бренд но если сможете прочесть напишите пожалуйста хелен не понимаю носочек не сбит я почищу приведу в порядок мне кажется можно еще вдохнуть жизнь где-то не симпатично и вот эти это винтажные посмотрите какие дедушкины сандалии домино или домино размер 7 тоже хочу с ними поработать очень интересная модель в следующем магазине сегодня день люкс на нашла посмотрите какой крутой тренч от аквас куту он мужской и к сожалению я его не беру прям печаль вот из этой это пятно похоже что пытались очистить не получается чуть выше тоже пятно если присмотреться есть нюансы залысины видно что эту вещь на силе и довольно долго к сожалению оставляю здесь магазине хотя вещь безумно качественная я бы сама такой с удовольствием носила между прочим мне кажется что у них даже подойдет по росту потому что он не длинный сильно то есть мне он будет прямо меди к сожалению нет и пояса тоже и еще вот такой мужской халат юга босс вот он вот оставляю здесь потому что он грязный я не уверена что я его смогу очистить это хлопок внутри махровый тоже оставляю но это конечно печаль и все я выхожу пустая из магазина а и этот ремень тоже забыла показать очередная печаль вот такой швейцарский ремень символами швейцарских альп у меня было таких несколько ремней я их очень люблю парочка у меня в носке я не могу с ними просто расстаться вот тот что в носке один из них с пастухом еще пастухи корова здесь только коровы и вот это не пойму это и дельвейсы что ли или просто в общем такие пластины интересные но этот ремень уже себя изжил здесь кожа настолько пересушена вся потрескана в общем конечно да печаль видите хотя ремни пользуются большим спросом у меня есть на них заказы но этот конечно все а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...